Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net Юнит 1, секция 1, упражнение номер 7 Упражнение нас просит Read the examples from the table Make up new sentences using the table Use a grammar reference if necessary Прочитайте примеры из таблицы Составьте новое предложение, пользуйтесь таблицей Используйте грамматический справочник при необходимости Обратите внимание, что наша таблица состоит из трех строк В каждой строке отражено какое-то время Все времена группы simple, простое Читаем первое предложение I go to school every day Я хожу в школу каждый день Как вы видите, действие повторяется изо дня в день Есть сигнал времени present simple Every day Сказуемое, основной глагол стоит в первой форме И так как у нас подлежащее I, то мы не добавляем никакое окончание К основному глаголу И если бы мы использовали вместо I, he, she, it То предложение звучало бы по-другому He goes to school every day Да, мы добавляем и S окончание, либо S Следующее предложение I enjoyed my summer holidays Переводим Я наслаждался летними каникулами Наслаждался Время прошедшее Обращаем внимание, что enjoy – это правильный глагол Поэтому в по-симпл мы добавляем окончание id Наша основная задача, когда мы составляем предложение по-симпл Повествовательное предложение Определить, правильный глагол или нет Если глагол правильный, нам стоит добавить окончание id А если неправильно, то вспомнить вторую форму этого глагола Окей Работаем с третьим предложением I will get only good and excellent marks this school year Вам всем тоже желаю Переводим предложение Я буду получать только хорошие и отличные оценки в этом учебном году Надеюсь, у вас у всех будут только хорошие и отличные оценки Время – future simple Сигнал времени Вспомогательный глагол will Далее идет основной глагол в первой форме Или еще говорят в инфинитиве без частички to I will get only good and excellent marks this school year Future simple – одно из самых простых времен Потому что не надо задумываться об окончании глагола Нужно добавлять s или d или какие-то другие окончания Нет, мы его берем в инфинитиве только без частички to Здорово Осталось нам составить свои три предложения Present simple, past simple и future simple Поехали Давайте скажем Я очищу зубы каждый день Every day – это сигнал Present simple На первое место подлежащее – I Далее идет сказуемое – I brush my teeth every day Опять же, подлежащее – I, поэтому никаких окончаний к сказуемому мы не добавляем Следующее – past simple – то, что мы делали когда-то Или то, что произошло когда-то Я ездил в Германию прошлым летом I traveled to Germany last summer Travel – правильный глагол Поэтому в past simple, в повествовательном предложении мы добавляем окончание – id И последнее предложение я буду много читать в этом году I will read a lot this year I will Сигнал будущего времени Вспомогательный глагол Далее идет основной глагол в инфинитиве без частички to read Я думаю, что таких предложений можно составить много И без труда у вас это получится Помимо моих вариантов, вы можете еще по образу подобию придумать свои Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях